Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет, Дан. Снова я. У нас всегда как на работу. Да, коллеги шутят, что я поменял квалификацию. Но на этот раз я с хорошими новостями. Наконец-то сработали адвокаты и тебя отпускают по УДО. Хватит тут. Год впустую. Триста сорок семь дней не впустую. Много нового узнала. Это тебе в новую жизнь с чистыми страницами. Спасибо, Сергей Николаевич. Куда думаешь ехать после освобождения? Подальше. Чтоб точно с чистого листа. Жаль. Мы могли бы… Не могли. Я вам очень благодарна. И только. Здравствуйте. Привет. Привет. А это к тебе? Молодые дураки на угоне попались. Правда, отдуваться за всех этому одному придется. А почему? Ну, потому что остальных родителей отмажут, а у этого некому. Подожди, лесознакомый. А как фамилия? Павленко Александр, а что? Да, Александр Михалыч, ты времени зря не теряешь. В рост вымахал, ума не нажил. Ну, рассказывай. Зачем? Кататься хотел. Но там такая тачка была, вы видели? Покататься без спроса – это угнать. Дядя Сережа, а знакомый следак – это как бы хорошо или плохо? Ты дурочка выключай. Как твоей маме дозвониться? А смысл? Я ей не нужен. Лариса Артемовна живет в другом городе. Да, у нового мужика. А меня в школу-интернат сплавило. А ваш дом? Стоит. Там нашего дела с женой присматривает. Я так по выходным прихожу. А лучше бы они за тобой присматривали. Ну, сестра твоя Дана. Так она в Польше уже давно. Лет восемь живет. Вы разве не знали? Не знал. Как с ней связаться? Да в соцсетях она есть. Живет одна. Что с тобой был бесом делать? Вот это вопрос. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Кто это? Извините, мне некогда. Васенька, кофе будешь? Нет, спасибо, тороплюсь. Допоздна опять? Сегодня допоздна. Завтра постараюсь. Пораньше. А что у нас завтра? Годовщина Андрюша. Девять лет. Посидим вдвоем, помянем. Да, да, конечно. Да. Слушайте, Сергей, как вас там? Что вы названиваете, а? Сашке восемнадцать скоро, пусть сам со своими проблемами разбирается. И не надо меня судом пугать. Значит, пусть ответит. А денег откупиться мой муж все равно не даст. А я и просить у него не стану, ясно? А что вам надо, если не деньги? Нет, я не приеду, я не могу и, пожалуйста, не надо мне звонить. Отказалась? Да. Ее сына могут посадить в тюрьму, ей все равно, забавно. Надеюсь, хотя бы сестра отзовется. А ты давно знаешь их семьи? Давно знаю, лет двадцать как. Дана, привет. Спасибо, что отозвалась. А я не очень поняла, что значит сообщение с Сашкой в беде? Задержан за попытку угона. Я знаю, у тебя работа, но не могла бы ты приехать. Здесь это важно. Все, оставьте бутылку и идите уже. Все, свободно. Давай, Вася. Зачем ты так с ней? Как? Она в последнее время вообще обнаглела. Ведет тут себя, как будто хозяйка. Она давно работает в этом доме. Помнит Андрюшу. И что? Давай ее позовем, посадим, вместе будем поминать. Вась. Прости, Вась, прости, пожалуйста. Просто мне очень тяжело. Я понимаю. Ты тайком от меня пьешь, а Лидия весь тебя бесит, потому что прячут алкоголь. Так? Ну, а если и так? Ты меня зачем в дом привел, Вась? Скажи, я тут как в клетке сидела. Не выпить, не сказать лишнего. Я тут что, для красоты, Вась? Я тебя привел в дом, потому что люблю тебя. Хочу тебя сделать счастливой. Хочу, чтобы у нас была настоящая семья. Чтобы ты родила мне ребенка. Ну, да, да. Чтоб Андрей я тебя заменил, да. Прости меня, Вась. Я твоих надежд не оправдала, и... Какая из меня мать? Я с одним-то сыном справиться. Я тогда уехала в Польшу, в Рослов, в прекрасный город. Пыталась дистанционно управлять делом отца, но не получилось. И все посыпалось. Я слышал, что фирма была продана два года назад в вечерней фирме Суповна. Это от того самого? Да, это отец Андрея. Ага. Но она была продана через посредников, я лично его не встречала. Ага. А вернуться не думала? Запретила думать. Хотя за Сашку сердце иногда болит. Как он тут? Лариса-то его совсем бросила. Ну, идем. Ты ее так и не простила? Не знаю. Не хочу ее пока видеть. Ну, я уверен, что для близких ты тоже незабытая. Это у тебя поэтому такой ник в соцсетях. Мы так с папой маму называли. Незабытая. Нет. Ты что творишь? Тебя посадят, ты вообще понимаешь? Вон, скажи спасибо Сергею Николаевичу, что он тебя вспомнил. Ну, хоть он и вспомнил. Нам нужно как-то уладить вопрос с владельцем машины. Финансово уладить. Это нереально. Мама денег не даст. Деньги – это не вопрос, успокойся. Скажите, мы же можем как-то договориться, чтобы Сашку не осудили? В данной ситуации это лучший способ не загреметь. Потому что выбираться оттуда будет гораздо сложнее. Дурак. Просто дурак. Иди сюда. А почему не сообщил, что… Что она меня на чужих людей бросила? Да я же не маленький уже, жаловаться. Слушай, Данка, я ведь это тогда тоже винмад был, что все так случилось. Каким богом? Мать постоянно скандалы закатывала. Крики бойни. Я плакал много, хотел хоть как-то спасти ее. Подсыпала ей снотворного в бутылку, чтобы она уснула и не скандалила. Бутылка каким-то богом оказалась у Андрея. Я хотел следаку рассказать, но побоялся. Это… Трус. Ничего не изменить – это не виновата. Просто так бывает. Считай судьба. Проходите. Проходите, пожалуйста. Располагайтесь. Я сейчас позову вашу маму. Спасибо. Да ты проходи, садись. Дань, я не очень поняла. Это же дом Василия Супруна? Я его на фото видела. Да, дом его. Ты разве еще не поняла? Он и есть снова мужик нашей маманы. Чай готов. Какой чай? Кто спросил? А тебя что, не утили в чужой дом без приглашения нельзя? Неприлично. Так это же твой дом, мам. Или я к тебе должен еще приглашения просить? А ее зачем привез? Неприлично, в третьем лице. А тех, кто рядом. Ты сама-то чем думала? Тебе чем в Польше не сиделось, а? И тебе здравствуй. Ты зачем приехала? Позлорадствовать? Или позавидовать, может, так нечему завидовать? Сын, вон, видишь, какой вырос? Гордиться нечем. Спасибо, мам. А дочку я в родах потеряла. Андрюшкину. Вот сижу теперь с отцом, его слезы лью. Так ты зачем приехала? Мам, Дана вообще-то за меня залог унесла. Ну, чтоб меня отпустили. Она и гамму когда-то платила. Наши проблемы это не решила. А тебе чтоб мозги вправить. Может, и отсидеть не мешала бы. И за это огромное спасибо. То дядя Вася бы сильно обеднел. Я не понимаю, какой-то странный разговор у нас. Зачем вы приехали, а? И ты сидишь такая вся загадочная. Привет. Привет, Вася. Саша. Здрасте. Что она здесь делает? Я сама в шоке. Для меня такой же сюрприз, как и для тебя. Я надеюсь, они уже уходят. Твой сын может остаться. А вы вон из моего дома. А это же Лида твоя, Вася. Ну, я говорила. Я же говорила, она пускает всех подряд. Давай другую найдем. Да, ну да ладно тебе. Нашла из-за кого расстраиваться. Я вообще мать твою ненавижу. Так, Саша, так нельзя говорить. Да, так можно гнать тебя, как кошку под забором. Весть, как она из себя жертву изображает, а сама. Ты про что? Да про дочку Андрюшину. Что? Мать ее в роду не бросила. То есть девочка жива? Да она вроде больная родилась, и мать от нее отказ написала. Я тогда вообще в детском лагере был, и мне сказали, что сестра умерла. Это потом уже там диалоги взрослых, отрывки. А ну куда телефон? Телефон? Да. Телефон? 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 Сашка, ты уйди. Я вообще-то тоже хотел послушать. Уйди, это женский разговор. Ну и что? Шантажировать меня теперь будешь? Сашку в это стянешь. Это правда? Дочка Андрея жива? Где она? Будем бороться за девочку. У нее серьезные отклонения. Другие пусть борются. Мне ничего не надо. Не понимаю, что ты говоришь. Были тяжелые роды. Потом примешь решение. Я все уже решила. Она мне не нужна. Я никому не нужна. Как такое вообще? Для меня она тогда умерла. А она не умерла. А ты просто взяла и написала отказ. Да я бы и от здоровой отказалась. А от такой тем более. И не тебе меня судить. Забыла, что из-за тебя случилось? Я два года по больницам. Еле в себя пришла. Какая бы из меня мать была? Где девочка? Как ее зовут? У нее новая семья? Я понятия не имею. Не надо меня спрашивать. Ты зачем приехала вообще? Мстить мне? Не можешь спокойно жить, да? Если я счастлива. Разве? Счастливые люди так не выглядят. Скажи, а Василий, он знает, что его внучка жива? Значит так. Ты никому ничего не скажешь или я тебя уничтожу, ясно? Ты мне всю жизнь поперек дороги стоишь. По своей воле. Я о такой мачехе, как ты, тоже не мечтала. Ты думаешь, мне с тобой нравится ссориться? Мы с тобой всю жизнь что-то поделить не можем. Сначала отца твоего, потом Андрея. Дай мне хоть с Васей спокойно пожить. Скажу ей, где девочка. И я отстану. Я тебе уже все сказала. Уходи отсюда, мужа моего не зли. И вообще не надо сюда приезжать, ясно? Уходи отсюда. Спасибо. Сергей, а вы узнаете про дочку Ларисы? Я, правда, даже дата не знаю. Только вот что, август 2011-го. Давай я попробую. Если все так, как ты сказала, то странная история. Это да, но для меня это очень важно. Спасибо. Вот тебя, кстати, встречают. Никита. Добрый вечер. А вы, наверное, Тамара, жена Никиты, да? Пойду позвоню Ларисе. Дана, если что, я могу помочь со съемной квартирой и с гостиницей. Да нет, вы что? Это ж мой дом. Хорошего вечера. Я с интернатом разобралась. Завтра твои вещи заберем. И переходишь на домашнее обучение. Буду сама тебя как заняном готовить. Неси на стол. А Лариса знает? Она мне никаких распоряжений не давала. Так вы ей позвоните, тетя Тома. Ну, доложите. А я позвоню. Позвоните. Слушай. Когда Никита женился? Давно. Еще тогда, восемь лет назад. Чего они такие напряженные? Я его вообще не узнаю. Ну, ты, наверное, привыкли тут одни жить. Маман как уехал, а они вселились как хозяева. Ну, это же наш дом. Наш. Может, они боятся, что мы их выгоним? Ну, давай выгоним. Давай без давай. Иди людей к столу зови. Люди! Ужинать! Дядь Никит! Тетя Том! Ну, вы что ли? Проходите к столу, присаживайтесь. Отметим встречу. И Данкина возвращение. Ешь давай. Пока горячее. Дана, ты надолго приехала? Смотря как пойдет. В универ поступишь, а я тебе после второго курса работу заберу. Ну, если я не хочу. А что, ты хочешь тачки угонять? Я тебе экзамен сдавать буду. Вообще не понимаю. Лариса платит супругом Беляниным, ну, Тамаре, Никите, из денег фонда нашего отца. То есть это мои и твои деньги. Ну, они же типа домработники. Типа да. Но зарплата у них завышена в пять раз. Когда я маме сказал про колледж в Англии, она вообще сказала, что денег нет. Понятно. И суть по выпискам, платит она им так уже восемь лет. Ну, вот за что? За то, что они в пустом доме живут? Белянин Никита и Белянина Тамара. Да. Мне кажется, что их что-то связывает с Ларисой, потому что она им платит. Ну, не знаю, как сказать, но это не присмотр за домом или за Сашкой. Хорошо. Покопаемся в их биографиях. А пока вот выяснил по твоей первой плане. Что это? Это ответ на мой запрос. Дочка Ларисы Павленко, рождённая 7 августа 2011-го, умерла в родах. Нет, этого не может быть. Её надо искать. Ну, это маловероятно. Сергей. Похоронить живого ребёнка? Это подсудное дело. Кто на такое решился бы? Пожалуйста, прошу вас, помогите. Хорошо. Спасибо. Я перед ним виновата. Да ну, почему ты виновата? Ну, виной была случайность, ты это знаешь. Ну, наказала себя наград. И что, легче стало? Я же по-настоящему его не любила. Ну, и так, это скорее какая-то спортивная злость была, когда Лариса его забрала. Угу. Она была права, мы с ней всю жизнь ругались, ругались, отца поделить не могли, потом Андрея поделить не могли. А теперь и Сашка вон, между двух огней. Она мне жизнь сломала. И я ей. Только вот она родила, а я нет. Ну, скажи, девочка, она же в этом не виновата? Что Лариса такая, что я такая? Если девочка жива, мы её найдём. Я для тебя всё сделаю. Спасибо. 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 Здрасте. Здравствуйте. Можно? Привет. Проходи. Тамара Белянина в девичестве Котова. Работала в том же роддоме, где Лариса рожала сперва Сашку, а потом дочку. И как гинеколог вела обе её беременности. Да. И как раз в год рождения девочки, в сентябре, правда, уже одиннадцатого, она резко уволилась. И вот с тех пор они с мужем стали получать деньги от Ларисы. Спасибо. Я дальше сама. Товарищ майор, хорошо, что она к вам по личному, иначе пришлось бы вас отстранить от дела. Да я просто давно её знаю. Видимо, крепко зацепила. Так, Таня, давай работать. Таня, смотри, здесь… Серёженька, а ты кто жени снял? Да я предлагал уже. Давно, правда. Отказала. Значит так, Колесникова… Саша, Саша! Иди сюда! Тамара Андреевна. Беленину по мужу, Котова в девичестве. Вот документы из роддома. Где Лариса рожала, а вы работали. Ничего не хотите объяснить? Мало ли кто где работал. И правда, какое совпадение. И уволились сразу после того, как Лариса родила. Саша, ты послушай. Тебе тоже надо знать. Где Ларисына дочь? Где девочка? Она жива? Да, она жива. Вы поделали документы, и все почему-то считают её умершей. Где она? Тома, молчи. Звони Лариске. Нет, вы оба мне скажете, где её дочь. Ясно? Я знаю, что Лариса вам платит, чтобы вы молчали. А махинации с документами, друзья, это статья, это срок! Вы только пугать нас не надо. Ответь мне. Где она? Это наша семья. Никита, убери нож. Что ж ты такая непонятливая, а? Ну тебе же сказали, куда ты лезешь? Тебя жизнь не научила, что это по-плохому может закончиться? А я пуганная. Я этого не боюсь. Никита! Успокойся. Да я спокоен. Учти, если ты хоть слово скажешь… Никита, так! Так, 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 так! Уходи. Иди. Лариса, это Дана, я Кворска. Встречаемся через три часа, ясно? А успеешь? Ну или мы со следователем приедем прямо к Василию домой. Ну что? Все шантажисты в сборе? А где же твой следак? Будет позже, если не договоримся. Ну вот ты мне уже и условия ставишь. Что же вам всем надо от меня, а? Денег? Ну тебе-то Тамарка, да. Тебе, доченька, ты же и так богатенькая. Да не нужны мне твои деньги. Где девочка? А дальше что? Ты же Вася все расскажешь. Лариса, ну давай по-хорошему. Ты говоришь, где девочка, я ее нахожу, забираю, мы уезжаем. А Васе я ничего не расскажу, так что? Что? Ты выпить-то мамочке хотя бы принеси, а там договоримся. Скажи сюда, сейчас будет самое интересное. Это Данкина в сумку ей кинь. Что это? Я на такое не подписывалась. Ты хочешь и дальше в страхе жить? Я лично не хочу, так что делай, что говорю. Лара, опомнись. Ну вот, теперь понимаешь, почему я был нужен на этой встрече? Да, я даже не думала, что она меня так ненавидит. Ну все, материал есть. Идем. Ну что, Лариса Артемовна, здравствуйте. Виделись я не раз. Я представлюсь. Майор Левченко, следственный комитет. Выпивки не обещаю, но кино покажу интересное. И что? Вы тоже меня будете шантажировать? Вы знаете, кто у меня муж? А? Майор Левченко. Вам со мной лучше не связываться, ясно? Вы передайте другим участникам спектакля, что поимка преступника отменяется. Я не смогла ее остановить. В таком состоянии никто б не смог. Так что, Тамара, вы нам расскажете? Я запуталась. Мы дружили с Ларисой. С Никитой это она нас вела. Да, я тогда пошла на поводу у нее. На большие деньги повелась. Ее как перемкнуло после родов. А в одной отказнице девочка умерла. Вот так и оформили. Где девочка? В частном пансионате для детей и инвалидов. Справедливости ради, каждый месяц половину денег, которые нам платит Лариса, мы переводим на содержание девочки. Как ее зовут? Эля. Эля Найденова. Элечку сейчас позовут. Очень хорошая девочка. И родных никого. Подождите, а кто платит за ее содержание здесь, вы знаете? Ой, это сложная история. Ее сюда с первого года доставили. Спонсоры, что ли, нашлись? Они оплачивают. Угу. Уточнить можно в бухгалтерии, если хотите. Привет. Привет. Это мои рисунки. Правда? Ты очень красиво рисуешь. А мне зачем-то сказали, к вам приехать? В отелье. Привет, Эля. Сергей Николаевич. Тогда я, Эля Анатольевна Андреевна. Даже так? Ну, тогда просто Сережа. Тогда просто Эля. Эля, а это твои родители? Это просто хорошие люди. Я бы хотела, чтоб у меня были такие родные, но у меня их нету. Давай, мы будем к тебе приезжать. А, подопеку меня взять хотите? Ну, учтите, у нас есть дети поздоровее. Я не очень здоровая. Нет, нам нужна именно ты. Да? Эля очень хорошая девочка. Рисует замечательно. Ну, вот. Устроим тебе выставку. А? Мою? Ну, да. Шутите? Нет. Что вам здесь надо? Я вам говорила, сюда не приезжать больше, а? Лариса, убирайтесь оба отсюда. Ты предатель против матери! Пошел вон отсюда! Мам, даст она внизу, пожалуйста. Ну, Данну Ванелью нашла. Я ее видел уже. Она клевая у нас. Я не знаю, кто это. Ну, вот ты узнаешь, посмотришь, как вы похожи. Лариса, это твоя дочь. Ваша с Андреем дочь. Господи, да что же вам надо всем от меня? Лида! Мам! Что стоите? Выгоните их и ворота закройте. Не поставьте никого больше. Мам, да ладно расследовать Василию, иначе я это сделаю. Ларис! Мам! Вася! Васенька! Мам, успокойся, пожалуйста. Васенька! Ларис! Васенька! Пожалуйста, прогони их, а? Сделай так, чтобы они никогда сюда не приезжали. Больше не слушай их. Они будут сейчас рассказывать про дочку какую-то, внучку мою. Вася! И опять выпила? О, господи, ну что? Что молчите? Вам же всем надо меня достать, да? Всем не можете меня в покое оставить? Да! Да! Да, я ее больную родила, потому что пила все подряд. И бросила ее, отказалась, все! И тебе я рожать не буду, никому больше рожать не буду! Все меня в покое оставьте! Лариса! 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 Я помню о дочке, как каждый день. Сделала так, что деньги ей переводили анонимно. Сама ни разу не смогла себя заставить к ней поехать. Пролетилась уже, как-то в себя пришла, или уже почти три было. Не смогла, побоялась. А потом Вася приехал, и он фирму моего мужа покойного покупал. Кружил меня заботой, замуж позвал. Такой мне шанс выпал, что же я должна была сказать. Что я дрянь ребенка своего в интернат сдала. А всем говорила, что она умерла. Подругу свою под статью подвела. Я решила дальше врать. Вот так. Так что суда я не боюсь, я заслужила. Хуже, хуже уже не будет. И так все от себя не долгнуло. Вы одна из пострадавших. Я не пострадавшая, я свидетель. Пострадавшая Лидия Демченко, она сейчас находится в больнице. Состояние удовлетворительное. Как это произошло? Знаете, я могу рассказать, сколько глупостей я совершила из-за чувства вины. Так вот, Лариса, она тоже действовала из-за чувства вины. Ну, просто как человек, загнанный в угол. Не понял. Вы что, сейчас пытаетесь оправдать подсудимую? Понимаете, просто я знаю Ларису очень давно. Я знаю, через что ей пришлось пройти. Потеря матери, мужа, преследование бандитами, потеря любимого человека, рождение больного ребенка. И, да, я вас очень прошу, чтобы вы ее оправдали. Допустим, наезд на человека можно объяснить состоянием аффекта. А брошенный на годы ребенок, как это объяснить? Поэтому я вас прошу дать ей еще один шанс. Забрать девочку и воспитывать ее. Вы же понимаете, что никакие деньги не заменят просто настоящую мать. Понимаете? А я буду ей помогать. Мы одна семья. Забыли. Проходи. Раздевайся. Да нет, зачем? Давай. Я тут подарков твоей дочке купила, там, набор с классными красками. В общем, подаришь ей. Дан, я очень много должна тебе сказать. То, что ты сделала, это... Давай без лишних слов. Ненависть и злость, как показал опыт, порождают только ненависть и злость. Я так не хочу больше. Ты меня не простишь. Уже? Уже простила? Мы же столько общих бед перешли. Я надеюсь, дальше будет только хорошее. Да? Я вас оставлю. Я сама все скажу. Вась, я все понимаю. Правда. Жить со мной ты теперь точно не захочешь. Я любила тебя. Правда. Андрюшку я тоже любила, поэтому и глупости столько натворила. Поехали. Куда? Нас ждет твоя дочь. Наша девочка. А для кого это? Для новых мамы и папы? Ну, да. Так это будешь не ты с дядей Сережей. Слушай, ну мы тоже будем. Ну, ты чего? Здорово. То никого, а тут аж целых два комплекта родителей. Еще и Сашка. Два с половиной. Так. Послушай, помни, мы все твои близкие. Все, все, все. У меня тоже был долгий путь. Без мамы, как и у тебя. Мам. Мам. Операцию подтвердили на девятнадцатое число. А девочку привезем в стационар двенадцатого. Но у нас анализы уже все на руках. Да, и гостиница для сопровождающих все есть. Спасибо и вам. Воломишься? Больше, чем за себя. Угу. К этому профессору запись аж за полгода. Ага. А главное, что он дает шанс. Что Эля будет сама ходить. Угу. Ну это отличная новость. Давай я. Спасибо. Так? Левее. Ага. Вот так? Да. Красиво получилось. Ну да. Слушай, это вас не будет недели три, да? Ну, с учетом реабилитации может больше. Мы с Ларисой будем чередоваться, чтобы Эльку одну не оставлять. Она, представляешь, вообще такая капризная. Ну ни в какую не хочет одна быть. Эй. Ну я ж не на год собираюсь. Или я думаю, что успеешь меня забыть? Нет. Не забытая это ты для меня. Уже много лет. Подойди. Чего? Иди сюда. Наклонись. Ну? Помнишь, ты в колонии говорил про нас? Предложение в силе? Предложение в силе? Нет. Ах! 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 Идемте. Ах! 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 Ах Это ты, мама и дед. Держи. Вы все моя семья. Субтитры создавал DimaTorzok